Добрый-добрый-добрый день дорогие друзья! Команда, которая собралась на 10 International, не просто собралась, а собралась забрать его. Я думаю, все в принципе к этому идет, все начинается с малого. Сначала пусть выиграют Summer Cup игрокам TV, а дальше, я не знаю точно, по-моему, кстати, прямой инвайт обеспечивает победу на Summer Cup первого сезона. Но я уточню этот вопрос. Пока инфа не точная. То есть может и нет, конечно, я не знаю. Ну, мы узнаем, узнаем. Ну и Too Much Alcohol, команда, за которую надо было бы и мне покатать, играет на этот раз у нас за Свет. Со стороны тьмы у нас в GTI 10. Undying отдали те, кто собрались International 10-й забирать. И в этом есть Trouble, и на пути к 10 International может как раз-таки стать Тамба. Вот, а как с ней бороться непонятно. А с другой стороны понятно. Команда WGT забирает у нас Shaker. А Shaker, вот, кстати, под Тамбу и под всех мумий заходит просто великолепно. Viper, Vengeful Spirit, также в пике Too Much Alcohol. А что там за аватарка? По-моему, Бакарди Белый, если не ошибаюсь. Это не на правах рекламы, это просто чтобы знать. Да, скорее всего. Vengeful Spirit, давно забытый пик. Тысячу лет ее не видели уже и в профессиональных играх, да и в пабах. Она не частой была гостью. Теперь Венга у нас для Too Much Alcohol отлетает. И еще один пик от команды WGTi. Что, собственно, у них есть. Харда, я так понимаю, есть. Это Axe, скорее всего. И Джакира с Shaker могут, кстати, и посаппортить на Харде Axe. Было бы на самом деле неплохо. Тогда нужен мид, тогда нужен керри. С другой стороны, и сам Axe может быть как керри. И Джакира может быть как керри. Дота настолько непредсказуемая, что здесь, в принципе, и не угадаешь. Команда Too Much Alcohol забанила антимага. Вообще, это как бы из современной меты просто выпадает. Антимага никогда не пикали. И пикать в профессиональной доте не планировали. А здесь в Аматорке всякое может быть. Я бы, например, если бы играл, то не просто если бы играл, а скажу вам точно, вчера играл и просил своего капитана пикнуть антимага. Очень хотелось. Очень хотелось и несложный для реализации. Вот, пожалуйста. Хотели потом пикнуть мне Faceless Vida. Faceless Vida забанили. Здесь Faceless Void идет. Не антимаг, так Faceless Void. Очень просто. Race King, Too Much Alcohol. Толстый, уверенный в себе пик, который попробуй развали. То есть убивать Race King. После этого стоять над крестом. Race King, ждать, когда он появится под Томстоуном просто невозможно. В это время Viper вас изуродует. Изуродует. Ну и Bristol Back. Летает у нас в бан команды VGTI. И последний бан от Too Much Alcohol. Кого не хватает? Мидера я не вижу в пике VGTI. Вот. И какой мидер сюда мог бы, в принципе-то, зайти? Ну, Magnus мог бы под Шейкера зайти. Смело. Причем под Акса, под Шейкера. Storm Spirit улетает у нас в баню. Со стороны Too Much Alcohol тоже, в общем-то, тут под вопросом. Станет ли Viper у нас на мидлейн, или Viper же пойдет у нас фармить легкую линию, или сложную. Что угодно может этот зеленый парень выфармливать. Вообще, кстати, обратите внимание на количество зеленого в пике команды Too Much Alcohol. Чтобы сливаться с местностью. Радианты набрали себе зеленых героев. Чтобы на своей половине быть просто незаметными. Ну, Войт есть в пике. Не знаю, кстати, под что он, под кого он, зачем он, мне непонятно. И кто будет на нем играть, тем более непонятно. Может, сейчас ответ на этот вопрос все-таки появится. Мидера у VGTI как не было, так и нет. И сейчас придется что-то брать, и что-то с неплохой выживаемостью. Все-таки Viper, Race King и Undying это... ...очень серьезно дамажащий герой. Поэтому отстоять против них, или где-то в файте против них вывозить... ...совсем непросто будет. Outworld Evarer. По олдскулу. Вообще чудеса всех пабов. Faceless Void Carry. Сложная, скорее всего, Axe. Jakira Shaker. Саппорты. И Outworld Evarer залетает для команды VGTI. Ну, мощно. Мощно. По дэмэджу тут, конечно, очень много всего. Раскасты чудовищные вообще. Аое тут рассыпать должен всех в пух и прах. Ну, собственно, тут противодействие против... ...того жира, который эту мочалку гол набрали. Реально такой пьяненький немножко пик. То есть их бьют, а им не боль. Ну что, последний пик. R34 ждем. Кто вообще здесь на мид мог бы пойти? А, кстати, и не мидера, да? VGTI думают забанить. Забанили Bristol Back. Мид думает, что будет Viper. Вполне может быть. Вот. Race King, в общем-то, в этот реплу тоже мог бы пойти. Ну и мидер не будет лишним. Какой-нибудь... ...какой-нибудь потом стон. Например, кстати, Enigma. Вот. Мне кажется, мог бы на ураза идти. Можно было бы и Undying. Например, отправить спокойненько в сложную. Viper'а поставить на мид. Вингу с Race King отправить в легкую. И Enigma в лесок. И потом вышли. Произали комбинацию. Все рассыпались. Race King выходит в очень серьезный лейт. Очень серьезный DD-шник. Причем колотец руки, даже никаких вспомогательных штукенций ему и не надо. Разве что какой-то даггер. Вот. А... Enigma всему бы этому поспособствовал. Да и вообще смотрелось бы это очень даже хорошо. VR-ка. VR-ка. Для Хао Асакуры. Эрик забирает... Элрик забирает себе Vengeful Spirit. Невария забирает себе Undyinga. R34 будет играть на Race King'е. Капитан-то у нас керри. И сложновато будет. Вот. Ну и Viper тоже отходит для команды Tumach Alcoholt. Егор Летов. Забирает себе Джакира. Все идет по плану. Rockfor играет на Shaker'е. Foxcatcher забирает себе Faceless Vida. И Supernova будет играть на Outworld Evar. Осталось только Акса забрать. Ну что, пожелаем ребятам удачи. Вот должно все, в принципе, быть как минимум ярко. Потому что замесы-то тут серьезнейшие, пресерьезнейшие. Ульты мощные. Ульты мощные. У Shaker'а, у Outworld Evar'а, Джакира. Faceless Void. Тут действительно команда ультов. И Акс тоже близко к ультам. Со стороны Tumach Alcoholt не столько ульты решает, сколько решают базовые скиллы. Так что не так? Что? Пятый опять у нас не забрал. Опять все идет по плану у нас. Нет, не он, не он, не он. Да, я объю женщин и детей. Немножко запоздал у нас. Ну и Акс уже здесь. Акс уже здесь. Все, пауза отжалась. Теперь расстановка по лайнам. Теперь вся история начинается у нас сначала. Одна восьмая. Дальше только большее сопротивление. Только более сильные команды. Поэтому здесь, конечно, надо будет запотеть и постараться. Но дальше еще сложнее будет ситуация. Ха-ха-ха-ха. Интересно. С творческой стороны подошли. Ну что, расстановка по лайнам примерно следующая. Я думаю, Рейс Кинг будет все-таки фармить нижний лайн. Венга ему будет в этом помогать. ВР-ку у нас пробустили на мид. Невара отправляется у нас на сложную. Ну и Вайпер тоже. Вайпер тоже, в принципе, на мид лейн. Готов идти. Хотя и ВР, кстати, может спокойненько себе выфармливать линию. А Рейс Кинг, например, мог бы постоять в лесу. С его количеством дефа, опять же, с его вампирик аурой, можно постоять в лес. Не так страшно будет, как кому-либо другому. Ну, а ВР-ке можно было бы отдать линию для фарма. Фейслес Войт на топ-лейне. Вместе с Рокфором, вместе с Джакира. Аксу, я думаю, что следует все-таки отправиться в сложную. Против Триплы мог бы и простоять. С другой стороны, и Трипла классная у команды ВГТТ. Я думаю, что против Триплы агрессивную свою поставить было бы не проблемой. Там, конечно, Войт, которому фармить надо, а не врываться и убивать. Это единственный минус. Но стоять против Даблы тоже будет им не сладко. Здесь Вайперс уже использован атак прокачанный. И здесь Андайн, который Вайпера подсейвит и команду ВГТТ развалить в полной мере сможет. И Джакира, и Шейкер. Они цели желанные для него. Ну, и Акс отправляется на сложную линию. Против него будет стоять Рейс Кинг. И на помощь к нему Венжи Фулл Спирит. Мидлейн. Это Вендрэнджер. И против ВР-ки стоит Аутуэл Деваррер. И против Аутуэл Деваррера стоит Интеллектуал. Стоит ВР, которая имеет базовую характеристику. Интеллект, а значит в Астрале бедняга будет постоянно. И демидж у Супернова будет только прибавляться. Ну, такая печальная история. Не надо ставить Интеллектуалов в мид против Аутуэл Деваррера. Если только Деваррер скиллом не повыше в 10 тысяч... Точнее, если ваш мидер скиллом не выше игрока, который управляет Деваррером, в 10 раз. Сейчас будем смотреть. Странно, но Вайпер вместе с Андайингом пока не подходит у нас к крипам. Переживает. Келл 95 на Вайпере стесняется почему-то. Хотя, почему бы стесняться, непонятно. В общем-то, демиджа наносит много. Плюс может это делать издалека. Но, тем не менее. Акс умудрился с Рейскингом уже поцапаться. Здесь и на лоу хп Акс. Точно так же на лоу хп здесь Рейскинг. Пока, кстати, не отъедался. И не покупает себе... Точнее, не качает себе еще Вампири Кауру. Сразу через криты пошел у нас Рейскинг. Ну, началось. Второго левела Астрал. Ну, и посмотрите на демидж. 43 демиджа здесь. И 80 демиджа с руки от Валдевара. Ничего не качает вообще. Никаких Аркан Арбов. Просто Ауру Макс и Макс Астрал тоже. И все. И стой спокойно себе с миллионом демиджа. Спокойненько оформить крипов. Никто тебе не помешает. АВРка просто без маны. У нее сейчас максимальное количество маны было 195. Это ее пару раз всего лишь отправили в Астрал. У Акса уже третий левел. Кантер Хеликс. Макшеный и Берсеркер Коу. Рейскинг третьего левела. Я так понимаю, плюсы. Да, все-таки плюсы. И Рейскинг у нас вкачал. Нет, 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 нет. Какие плюсы? Я что-то туплю. Да, вкачал все-таки стан с Рейскинг на 2. Пока выходов ни на одной из линий не наблюдается. Пока что спокойненький, ровненький фарм. Фармит со стороны команды ВГТТ, безусловно, воет. У него 12 на 0. На втором месте у нас Супернова на Деваруле. 11 на 9 и 11 на 4 у Р-34. Дальше уже идет ВР-ка на миде. 6 на 1. Маловато, безусловно. Ну и здесь Вайпер меня немного смущает. У Вайпера всего лишь 1 на 1. Курьер Дайров отправляется у нас в таверну. Вот здесь. Какой хитрожопый Элрик. Он просто обошел за Тавару на Супернову. И Курьер умер ни с чем. Он боту, конечно, принес. Но сам факт. Смерть Курьера это денежки. И вот они, алкаши. Никогда не знаешь, что у них в голове. Пошел за Тавару Вингой. Второго левела. 500 хп. Он между Т2 и Т1 пошел. Развалил Курьера. Привел еще пачку крипов. Нормально. Где-то нарвался на них. Привел друзьям. Фармите. Акс. Более-менее свободно себя чувствует. Винга в это время. Пока занималась убийством Курьера. Акс. Имеет возможность подфармить. Потому что в соло здесь остается Рейс Кинг. А в соло Рейс Кинг против Акса на ранних левелах. Явно не выстоит. Да, хп у него много. 900. Но здесь Контр Хеликс. Который 135 демаджа с одной прокрутки. А как бы один из пяти ударов Акс все-таки крутится. Если много бить Акса, то будешь много получать. У Акса 7 на 0. Крипстат не очень хорошо. Но с другой стороны. Он стоит в сложную. Он получает экспу. Дальше будет левел. А дальше все свое. Я думаю и ультами и прочим-прочим-прочим заберет. У Атволды Варера в это время 18 на 12. И 11 на 1 для Винренджер. Ну что, тут не пойми, кто фармит. У Джекера 2 на 5. У Фокс Кетчера 18 на 0. Да, это все понятно. Но, честно говоря, гуляния команды ВГТТ на топ-лейне не совсем ясны. Видно, что ТМА не очень хорошо понимает, что с таким названием команды, вообще с такими принципами такими сложно подумать, что они понимают, что вообще тут происходит. Но, если они понимают, то понимают не до конца. Они взяли Вайпера и Вайпер у нас, в общем-то, в роли керри. Да, он стоит на сложной, но он стоит при поддержке андайинга. У него очень крутой дэмэдж за счет нейротоксина. У него крутой дэмэдж за счет поезда на так, чтобы просто харасить того же Вайда. Но Вайпер не подходит, он играет очень аккуратно, и эта аккуратность может злую шутку в итоге сыграть у нас с Вайпером. Вот, когда он останется один-одинешенек без нормальных артефактов, и против него будет по 2-3 нормально выформленных героя. Да, он не умирал, но он умрет попозже. Тут откладывать в долгий ящик, конечно, нельзя фарм, потому что чем раньше у Вайпера появится мека, тем быстрее начнутся масс-файты, и тем удачнее они, по идее, должны закончиться для ТМА. Чем дальше ждать, тем хуже будет. Томп Стоун это не вся игра команды, не вся дота, то есть на Томп Стоуне жизнь не оканчивается. Вот, и там буи развалить можно. То есть на 1-1 дайанга уповать, мне кажется, это плохо, как идея. Тем не менее, фарм продолжается у команды ВГТТ, а Вайпер только 6-1 имеет на седьмой минуте. Какие-то психованные немножко у нас ребята. Залагало, паузу отлагало, сбросили сразу же, без вопросов, без вообще разговора. Кстати, Том Стоун сейчас бы поставить, и Джекира, я думаю, отлетел бы у нас. Ну, по контролю, кстати, заметьте, все нормально. Здесь стоит вардец, да, он сейчас заканчивается. Для всех, кто палит наш стрим. Козлы, мы знаем о вас. Вот, вижен, в общем-то, имеется, поэтому и каких-то путей отхода для команды ВГТТ немного, чтобы обойти со стороны на домашних. В свою очередь и здесь. Вот, команда ВГТТ есть вард, который достаточно агрессивный. Он палит возможность, ну, вообще палит даблу команды ТМА и позволяет команде ТМА, точнее, позволяет команде ВГТТ всегда знать, где находится соперник, в каком количестве. Нижний лайнер, Р-34, цепляет у нас Акса. Есть еще один стан от Венги. Ну, по таворам, ну куда же вы, ребятушки? Я бью женщин и детей. Сейчас развалит женщину, потом убьет ребенка. Нет, вот тут женщины с детьми-то ответили. И кто теперь, красавчик? Кто? Я. Рейс Кинг у нас уже седьмого левела. У него, кстати, Ринкарнэйшн был на тот момент, поэтому можно было позволить себе бухать, я сказал, да, можно было позволить себе бухать. После этого придумать такое название и так быковать по Т1. Ну, восьмая минута, кто-то должен был начать. Команда ТМА забирает ФБ и ФБ забирает Рейс Кинг, что максимально важно. Если Вайпер не хочет фармить, а Вайпера, я вижу, не хочет фармить. Четвертый левел только-только. Который скин компенсирует абсолютно все недостатки Вайпера своим боковством. И на самом деле агрессивная дота приносит свои плоды. Я думаю, что неоднократно вы и в профессиональных матчах натыкались на данное явление. Ну и в этой игре, вот пожалуйста, тому подтверждение. Первый крипстат, первый Нетворс на карте. Вот Вайрка у нас агрессивно не играла. В итоге у Вайрки 2 600 и на 1000 больше у Деварера. Деварер стоит себе на линии спокойненько. У него Медас сейчас уже прилетит до 10 минуты. А что есть у Вайрки, кроме крашенных рыжих волос? Ничего, фейсбуцы, ну, талисман, ну и танго. И по большому счету Вайрка с 24-мя крипами за 10 минут может лесом идти. Чем она, кстати, и занимается. Ну и в лесу она тоже никого не убивает, просто спокойненько себе прогуливается. Ладно. Хорошо, ну это такие, вот такие алкоголики, знаете, кто агрессивный, а кто наоборот пассивный такой. Пойду камешки попинаю там, под подъезда сам посижу. Ну, Вайрка, я так понимаю, из таких. Пойду для общего развития посплю. Рейс Кинг у нас врывается в Акса под тамбой. Драка, ну Аксу здесь вообще не сладко. Кстати, Рейс Кинг действительно наваливает мощно. Сейчас его развалят после Реинкарнэйшена, тут просто из-под Реинкарнэйшена и не вылезти. А что такое случилось-то у нас с ним? А не хватило маны у нас у Рейс Кинга на Реинкарнэйшен. В итоге файт заканчивается со счетом от 4 в 2 и трипл килл в этом файте делает Вайпер. Вот он трусливый лев, он ждал-ждал и дождался своего часа. 3-0 становится у Вайпера. Деньжищ ему навалилось просто миллион. 832, хотя, опять же, за 10 минут очень мало нафармил на Свайпер. Тут 3 килла просто на ровном месте забирай. Ну и алкоголики у нас повели. 2,5 тысячи по голде, по экспириенсу 750 для них. Это еще до обновления, до обновления графиков. Вот, пожалуйста, уже за 3 перевалило их преимущество и за тысячу перевалило по экспе. ВР-ку цепляет у нас Шейкер. Жалко, кстати, Супернову. Так долго стоял, так хорошо фармил, а что? В итоге... В итоге Вайпер расколотил всю команду в ГТТ. Хедрес появляется уже у Вайпера. Вот, практически есть деньги на Баклер. То есть в скором времени появится Мека. И это, в принципе, Undying освобождает у нас покупки Мекки. Undying может подумать о приобретении Pipe of Insight. Все-таки есть от кого. Во-первых, Шейкер. Во-вторых, Out of the War с Magic Damage громаднейшим. Вот, Pipe of Insight вообще будет не лишним. Но ВР куда-то исчезла. А, вот она. 350 пинку. Все идет по плану. Кто-то границы ключ ему переломал. Вингу оставили одну пофармить на нижнем лайне. Рейс Кинг отправляется в лес. Деможи теперь-то, в общем-то, много. 1300 хп с руки просто больше сотни у нас у Рейс Кинга. Отхил неплохой за счет Ампирикаура. Да, с критами проблемки, конечно. С другой стороны, отдать линию, целую линию, причем легкую линию. Венжи Фолл Спирит, чтобы она вывезла хоть какие-то артефакты, какой-то левел. Я считаю, дело благородное и нужное. Поэтому команда ТМА тут поступает 100% эффектно. Да, немножко похуже будет фарм у нас в Рейс Кинга. С другой стороны, он маячит не будет и не будет привлекать внимания. Ну что, провязал барабан у нас в Рейс Кинг. Врыв пошел на Фейс Ланс Вайда. Да, есть у него хроносфера. Побежали за ней Мумии. Мумии наваливают по Фейс Ланс Вайдут. Цепляют здесь. Все идет по плану. В Тайерну отправляется у нас Джакира. Рейс Кинг дальше. Ну и на тебе, Войт. Просто прошила ВР-ка. Дождалась своего звездного часа. То Вайпер, который стоял, плужил, плужил, троих забрал. Теперь ВР-ка, которая вообще не фармила на миде. Пришла и через пауэршот даблкилл просто сделала. Счет 7-2. 12 с половиной минут. Вот команда... Команда-команда. Команда ТМА пушит первый тавер на топе. И легкая линия для команды ВГТТ становится провальной. Все, что я могу сказать. Войт у нас на пятом месте по Нетворсу. На первом месте. Делит его, точнее, с Рейс Кингом у нас Аутвол Деварер. И у него появляется стафф в Изадре. Готовится выйти в форстафф, скорее всего, по старой олдскульной схеме. Мидас есть. Так что, конечно, Деварер у нас нищенствовать в любом случае не должен в этой игре. Вот. Но вся команда, если у него будет якорная, то, конечно, далеко не уйти из такой тима. Привязка у нас по Джакира. Джакира просто хейтят нон-стоп. Хроносфера цепляет у нас четверых игроков. Высвапывает у нас ВР-ку. А кто высвапывает и зачем, я так и не понял. Это Вингал у нас высвапывает ВР-ку. Поймали у нас Шейкера. Шейкера прошивают. Шейкера здесь уже не будет. Ну и просто развал какой-то. 9-2 по голде. ТМА-15 уже, наверное, выигрывает. 5-5-500 и по экспириенсу 2.5. И что-то эта игра попахивает неприятностями для ВГТТА. Тен. Неужели и правда только к 10-му интернешнлу пропрет команды? А это 20-й год будет. Мне к тому моменту 76 уже будет. Так, у ПТшка у Винги есть у нее. Медальон в Кураж. Дальше, скорее всего, Солар Крест будет на Винге. Кстати, великолепно заходит. И если, например, подсейвить какого-нибудь Рейскинга этим Солар Крестом, пробустить, то убивать его, в принципе, и нечем будет. МКБ тут попробуй вообще собери кому-нибудь. Войт через Хенд оф Мидас у нас пошел. Ну, поздновато на самом деле появляется у него Мидас. Вот, так что каких-то шансов на приличный фарм, если файтится нормально, не будет Фейслес Войт. В общем-то, мне не предвидится. Ну, и вообще гоняет всю команду в ВГТТ по карте. Куда не двинется команда ТМА, ну, от них разбегается. Разбегается команда Дайер. Теперь можно, в принципе, и на Т2 нырнуть. Деньги есть, левел есть, ульты есть у всех, кроме ВР. Ну, и не обязательно. Ну, в принципе, почему бы и не файтиться. Томп Стоун есть, Сол Рип, Дикей всего предостаточно. В Вин Рейнджер тоже все необходимое для врыва, для удачного Шейкла. Имеется и Фейзы тебе, пожалуйста, и Даггер. То есть и ульту, если проезжать на кого-то и догнать, не проблема для ВРки вообще. Ну, и понеслось. ВР у нас ульт потратит ли на Тауэр? Да, тратит. Ты думал, не потратит, а потом тогда, что можно было? Тандаинг ждет, чтобы просто поставить Тамбу на Вайда. У Вайда есть Хроносфера. Он, в общем-то, может влетать, но я думаю, что это последнее, куда он, в принципе, вообще влетит. Эхо Слем. Ну-ка, ну-ка. Ну, нет, жди, жди, жди. Будет еще время. Эхо Слем у нас по Вайперу. Эхо Слем по Рейскенгу. Рейскенга есть Реинкарнэйшн. Неплохой ульт у нас от Суперновы, но здесь его просто разваливают. По Томп Стоуном прячет он себя, конечно же, в Астрал, но это так. Просто немножечко оттянуть неизбежное. Рейскенг делает дабл... Нет, Андаинг делает дабл-килл в этом файте. Рейскенг тоже там кого-то забирает. У него уже появляются Бродсворд и Чинмейл. И сверху для него будет еще... Вся команда здесь собирается. У нас Блэйдмейл. У Рейскенга сейчас Блэйдмейл будет немного остается. Уже у Андаинга есть Блэйдмейл. Ну-ка, ВРК, Примерь. И еще и Венга, например. Ну да, файдится просто станет как бы неприятно и неполезно для команды ВГТТ. Фейслес Войт, который без отхила какого-то. Через Хенд оф Мидас, через ПТ. Но тут ничего, в общем-то, Фейслес Войт и не сделает. И восьмой левел Фейслес Войт. И, пожалуйста, одиннадцатый левел в Рейскенг. Тут восьмой, тут... Нет, 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 нет. Ну и да, да. Рейскенг одиннадцатый левел уже. И с руки у Рейскенга 115. А сколько у Вайда с руки? 91. Ну, скорость демжа 0.73. А у Рейскенга 0.93. Да, подольше, конечно. Но есть стан, есть криты. Ну и ХП 1500 против 800. В принципе, в очной ставке, конечно, Рейскенг Войда разбирает без вопросов. Тем более, не будем забывать о реинкарнейшне. 8000 ТМА в плюсе. И 2500 по экспириенсу. Тоже в пользу. Too much alcohol. Выходит, что too much не бывает в этом вопросе. У них пока все очень ровненько складывается. Вот им тут все по колено. Ну и команда ВГТТ 13-3 проигрывает. И какой-то файт, который перевернет эту катку, должен состояться. Иначе чем дальше, тем сложнее будет этот файт провести. Но, понимаете, в чем дело. Навязывать драку команде ВГТТ сейчас невыгодно. Потому что они, ну, они на дне сейчас. И тут три персонажа развалят пятерых игроков команды ВГТТ. И при удачном раскладе. И левел маленький. И артефактов толком нет. Сантиклип второго левела. У Суперновый уже. У Акса есть даггер. Кроме даггера ничего. И тысячи хп всего лишь. Да и 8 дефа. Я думаю, что в Рейс Кинг сам. Вместе с Андайингом сделает все необходимое. Кстати, Акс, в общем-то, отличный пик под. Тамбу Андайинга. Просто стой и крутись. Вытанцовывай лесгинку. То есть. Как бы даже в плюс для Акса, что есть Томп Стоун. Элик наорал у нас на Акса. Акс сразу же ловит Стан. Блейдмейл очень удачно включил. И вовремя, главное, ВС Кинг. Все идет по плану. Огребает у нас от Р34 просто через Блейдмейл. Войд передумал. Да, я понимаю, что хроносфера. Но мне кажется, драться это не мое. Ну и ГГ пишет команда ВГТТ. Доигрались, да. Очень быстро как-то слились игроки команды ВГТТ. Думал, немножко поинтереснее будет матч. Все-таки герои у них больше в лейт. Но на ранних лвелах просто не вывезли. Не вывезли. Идолы ты не дожили. Хотя, опять же, тот же Акс должен был в начале игры достаточно уверенно себя чувствовать. Но против него взяли хорошего Керри, который плотный, толстый, который не проседает. В общем-то, по хеллспойнтам. Ну и он пошел, посмотрите. Ни в какие елниры. Никакая ерундистика по типу Тараски, например. Я буду собирать 7000 лет эту Тараску, а когда соберу, все умру. Ничего такого вообще. Спокойненько. Барабаны. Рингов базилус. Мэджик вон. Всякая перть вообще. И вот, пожалуйста, просто забросал. Пирогами, блинами вообще всем, что было. Забросали команду ВГТТ. 16-3 в итоге счет. И, по-моему, неотыгрываемый. Неотыгрываемый счет. 14 тысяч в пользу ТМА по голде. И по экспириенсу 5000. Просто потому, что пока что мало дают экспы файп. Не так много, как денег. Дальше больше. Появляется уже... Худ оф дефенс у нас у андаинга. Какая интересная постройка у нас у андаинга. Чтоб просто близко даже никто не подходил. Если что, увидим. Ну все, поставили там бул. Делают, в принципе, все грамотно очень игроки. Тумача алкохол. Достаточно ровно, грамотно. Получается хорошо. Ну и разваливают. Одного за другим. 17-3 счет. Дальше давят. Как драться, не ясно. У Вайпера есть Мека. У Вайпера есть также Эггис. Ну и всего предостаточно. Через полторы тысячи появляется у Вайпера Аганим. Минута 23-я, наверное. Вот. Дальше вообще не ясно, как файтится. 18-3 счет. Предпоследний внешний тавер команды ВГТТ рассыпается. Они закрыты. У них есть вариант подраться последний раз. Если сейчас в полном составе ТМА поднимутся на хайграунд, они тут живого места от него не оставят. Врыв от Аутволда... От, точнее, от Рейскинга. Макро 1. Все идет по плану. Томпсон поставили. Там БА стоит. Там БА фуловая. Верка в таверну. Ну, Андайинг в таверну. Ну, Рейскинг здесь в любом случае живет. С Анти-Эклипс так и не проезжал Деварер. Зачем приходил, спрашивается. Ну и не боится ничего. Р-34. Вот, сейчас встанет. Как раз через пару секунд будет даггер. Можно будет врываться дальше. Ну и команда ТМА здесь, в принципе, готова, наверное, баковать. Просто надо ворваться сюда. Р-34. Что? Что? Даггер у нас у Винджи Фулл Спирит. 22-ая минута. Винга, которая как Скайросмаг, вообще должна была без артефактов быть до конца игры. У Винги есть даггер. И посмотрите вообще на фарм. На Нетворс. Левая верхняя часть. Вот здесь, вот, вот, здесь. Сложно, да, рисовать? Сложно. У нас на четвертом месте Деварер. И только на седьмом месте у нас Фокс Кетчер на... Фокс Кетчер с ошибкой в своем нике. На войде. Ну, андаинг... Ой, андаинг. Андаинг тоже, в частности, я рискинг имел в виду. Он ничего, в общем-то, не боится. На вражеской половине, если его поймают, развалить вряд ли смогут. Барабаны есть, если что. Если убежать, а драться так, я думаю, и драться может. Все скиллы на максимум прокачаны из возможных... Вот, и андаинг, в общем-то, без проблем может файтиться с любым. Ловит у нас Рокфора. Один крит. Второй удар. И дальше просто дикеем андаинг забирает у нас вместе с рискингом Шейкера. Просто три каких-то несчастных удара. Шейкер отправляется в таверну. 22-5. Денег, конечно, за те два фрага капнуло уйму команде в ГТТ. Вот, но все это в соотношении с тем, что зарабатывает ТМА, просто копейки. Они продолжают наращивать свое преимущество. 16 тысяч по экспириенсу 9 тысяч. Что вообще у ВГТТ пошло не так? По пику, я так смотрю, ну, интересный пик. Отличный, хороший пабовский пик. Может, что-то вот по вижену я смотрю. И сейчас, конечно, ТМА задавили своих оппонентов. Варды везде стоят. О, тут команды ВГТТ вардами как-то и не пахло. Ну, вот и сейчас их нет близко даже. То есть в собственный лес выбраться они не могут. Вижна нет на подходах в этот лес. Тоже непонятно, что происходит. Ловит у нас Акса в Рейс Кинг. Акса агрит на себя Берсеркер Колом. Макропира должна были лечат. Все идет по плану, не легла. Вот, кстати, теперь можно и пофатиться. Эхо Слэм где? Вот он, Эхо Слэм. Минус 2 делает команда ВГТТ. Правда, все абсолютно слили. И поднимается у нас Вайпер. И сейчас встанет у нас после Ринкарнэйшена еще и Рейс Кинг. И все закончилось. Ты просто бьешь этого алкаша, он не падает. А потом говорит, ой, сейчас мы будем с тобой разговаривать. А потом думай, почему он КМСником вдруг оказался. И откуда у него труба стальная в руках. Дождались. Причем на Р3-4, я вижу, уже просто играется с командой соперника. Понятно, что здесь они выиграли. Да ладно, еще под фонтан сходи мне на 25-й минуте. Сразу где сквал вообще с турнира. Он тут поймали Келла-95. Он действительно лишний себе позволил. Ему там ни к чему было быть. Если Рейс Кинг живучий достаточно, то он проблематичный. В общем-то уходит откуда-то. Но смотрите, ВГТТ сейчас убило трех игроков. Трех. Сейчас они андайинга будут забирать. Ой, какой тайминг. Просто издевательство. Сейчас они еще и андайинга заберут. И мы сейчас посмотрим на количество денег заработанных командой ВГТТ. Они забрали четверых в этом файте. Четверых. При учете потерянного Эгиса и Реинкарнейшена от Рейс Кинга это пять даже. И по итогу этого файта они заработали за двоих. Две четыреста золота и три экспириенса. Еще тут за ВР-ку тоже заработали нехило так. И что примечательно. Да, здесь нет вот этого строения. Но милишный барак стоит. Рейджевой барак в принципе не так критичен. Да нет, не так критичен. Вообще не критичен. По денежкам они немножко, конечно, ситуацию перевернули в свою пользу. До поры, до времени. Ну и посмотрите на Акса. Просто всмотрите с него. Не а куда ты стесняется? У Акса по артефактам, ну, беда полнейшая. Есть даггер. 27-ая минута, кроме даггера из нормальных артефактов. Я не беру транквилбуцы в расчет. Я вообще не беру как артефакт в расчет транквилбуцы. Это не артефакт, по-моему. Это просто какой-то наклейка на тебя. Пластырь от комаров. Еще до сих пор нет блейдмейла. Только даггер. И прошу заметить, как не дают ничего транквилбуцы. В принципе, нормального. 4 к броне. Классно вообще. Регенерация здоровья в файте не присутствует. Как и даггер, тоже ничего не дает в принципе. Только чейнмейл. 5 к броне, бродсворд. 18 к урону. Руками Акс в принципе не бьет. В общем-то Акс у нас без артефактов. Акс у нас голенький. Один стаут шилд и то. Ну и готовится к пушу команда. Тумачь алкогол. Винга. Накричала у нас на хэкграунд. Попала по Девареру. Ну теперь у него и до этого ситуация была не очень. Теперь без дефа вообще неприятно. Санте Эклипс есть у нас. У Деварера. Кстати, здесь Радианс у Рейскинга. Ну просто бык из быков вообще Рейскин. Вешает на него Солар Крест. У него есть увороты. У него куча вообще дефа. У него огромное количество демеджей. Просто рядом с ним теперь стоять даже нельзя. Ну тут Рейскин вообще не отпустит никого никуда. Эхо Слэм от Шейкера. Хотел бы я закричать, но Эхо Слэму нам по 15% хп снес. Это не Хастлэм, а это конец игры, скорее всего. Ну это Тим Вайп. Причем Тим Вайп в абсолютный ноль. ГГ пишет у нас на этот раз Войт. Р-34 пишет у нас ГГ. Игра заканчивается. Игра невывозимая. Развалился. Трон команды ВГТТ. До 2020 года, когда будет 10-й Интернешнл, я думаю, ребята подготовятся. Это будет круто, это будет ярко. Пока что у нас 2-мача Алкохол выигрывает эту игру. И переходят в 1-4, где мы с ними встретимся. И найдем им соперника посильнее. Точнее соперник сам их найдет. Так, у нас сейчас... Я сейчас чекну инфу, кто с кем играет. Сейчас у нас играют команды, в которых капитаны. Андрей Горевой, это третий номер. И... Данил Литвинов, если не ошибаюсь. Команда стендинов. Данил Литвинов, у них Кэп и Андрей Горевой. 20-0-0 по расписанию. Ребят, создаем лобби. И Андрей Горевой, и Данил Литвинов сейчас получат у нас... Сейчас они получат у нас. Сейчас отправим вам пароль на лобби. Сразу же, до того, как зайдете в лобби. Я вас прошу, сбросьте сразу... Заставьте, точнее, своих тиммейтов в приказном тоне сбросить вам мистикалы на ваш аккаунт. Чтобы мы зашли. Вы нам сразу перебросили то количество в общий банк. Чтобы мы по одному не дергали каждого игрока. И мы стартуем. Стартуем ориентировочно в 20-0-0. Не задерживайтесь. Дальше у нас... Дальше у нас 1-4. Начинаются. Я думаю, сегодня еще успеем провести несколько. Один или несколько. Один точно успеваем. Потому что у нас там... Как раз те, кто на тех лузах вылезли, будут сражаться. Все, услышимся. Через 5-6 минут лобби создается. Капитаном я отпишу. До связи. Не забывайте подписываться на наш паблик ВКонтакте. Кстати, те, кто играет, не забывайте подтягивать своих дружбанов. Смотреть, как вы катаете. Чтобы они хоть знали, чего они смеются вообще над вами. Все, услышимся. Через 5-6 минут. Продолжение следует...